Рим был залит кровью, а все мы знаем, что бои настоящих мужчин не обходятся без крови. К сожалению, конечно, но это так. Травмы довольно часто присутствуют на поединках единоборств. Бои настоящие. Как говорится, бойцы иногда встречаются и узнают, знакомятся друг с другом буквально за час-за два до проведения поединков. Они приезжают к нам в день проведения турнира и встречаются на разминке и на совещании представителей и судей. Знакомятся и выходят в ринг, и там выясняют, кто из них сильней. Поэтому всегда присутствует интрига, всегда есть интерес и всегда эти поединки проходят бескомпромиссно и с высокой степенью активности. Поэтому всех зрителей, всех харьковчан и гостей нашего города, кто еще не побывал на турнире «Честь воина», я приглашаю в прекрасный дворец спорта «Локомотив» на очередной этап этого турнира. И они получат незабываемые впечатления. Масса удовольствия, если придут 11 мая во дворец спорта «Локомотив» к 19 часам, то есть к 7 часам вечера. Итак, у нас вторая полуфинальная пара. Гела Гитсадзе и Юрий Горбенко. Первый раунд второго полуфинального поединка. Закрытая стойка, высоко поднятые плечи. Хорошая позиция. Хорошо двигаются на ногах парни. Перемещаются. Встречаются, как я сказал, впервые между собой. Но практически во всем похоже. Дело в том, что 90 кг как у Юрия Горбенко, так и у Гела Гитсадзе, и как один, так и другой, является чемпионом своей республики по панкратиону. А Горбенко и Юрий чемпион Украины по тайскому боксу и по кикбоксингу. То есть уровень примерно у них одинаковый и, наверное, разница только в стойках. Юрий пытается вложиться в свой удар, но Гела пока очень грамотно уходит от мощных атак. И спортсмены высматривают, высматривают то место, куда можно нанести акцентированный удар. Попытка сделать бэкфист воротом, но вот наш «Но» не приносит успеха. Это технический момент. Попытка удара ногой. Блок. Юрий оказался на помосте ринга. А вот и первый удар коленей. Заканчивается первый раунд, в котором явно видно, что Гела Гитсадзе чуть-чуть быстрее, чуть-чуть точнее. Попытка клинча неудачная. Дальше поддавил соперника, но Гела очень здорово уходит от всех попыток Юрия нанести удар. Неплохой лоункик прошел. Я думаю, судьи оценят его в один балл. Размашистые удары руками, но они не достигают цели. Сброс соперника. Юрий оказался на полу. Баллов, конечно, это не приносит, но зато очень много сил забирает у спортсмена, чтобы подниматься с ринга потом после подобных падений. Да, действительно, любое падение и любое действие совершенно в ринге, оно забирает массу энергии. Итак, второй раунд. Активные действия со стороны обоих бойцов. Юрий пытается поддавить Гелу, учитывая то, что наверняка ему сказали, что первый раунд был не за ним. И мы сейчас видим, как Юрий пытается уйти от бросков Гелы путем прохода по канатам влево-вправо до возможности Геле зацепиться за его корпус. Да, оба бойца показывают кикбоксерскую технику сейчас. Может, даже больше боксерскую технику. Попытки работать руками в основном. Каждый из них пытается нащупать слабое место у соперника и попасть в подбородок, дабы нанести решающий акцентированный удар. Следует, наверное, заметить, что здесь нет никаких ограничений или обязательных каких-то действий у спортсменов, так как это было в начале 90-х годов, когда только начал развиваться кикбоксинг на Украине. И были обязательные 8 ударов ног, которые, если не наносились, то рефери в ринге делают замечания, а то и предупреждения спортсменам. Здесь работают все в той манере, в которой хотят работать, используя тот вид спорта, в котором они добились каких-либо успехов. И универсальные правила поединков проекта «Честь воина» дают возможность показать спортсменам все то, на что они способны. Напоминаю, что трехбальная система оценки – это 3 балла за удары ногой или коленом в голову, или за технически грамотно выполненный бросок, 2 балла за удар ногой или коленом в туловище соперника, и за технически грамотно выполненный бросок, но с потерей равновесия. И балл начисляется за удары коленом или ногой в ногу соперника, за удары рукой в голову или корпус соперника, и за бросок с коленом с потерей равновесия. Вот закончился второй раунд. Он был более активен, скажем так, чем первый раунд. Юрий попытался во втором раунде перехватить инициативу. Он поддавливал своего соперника. И второй раунд, ну, здесь нельзя сказать, кто доминировал во втором раунде. Я бы сказал, что второй раунд был ровным. На ваш взгляд, как Юрий? Я думаю, что нелегко приходится судьям сейчас решать, кто же стал победителем этого раунда, равно как и победителям всего боя потом. Потому что соперники действительно одинаковы. На каждый чистый удар противник отвечает тем же ударом. И выполненное действие идет за действием. Придется очень нелегко судьям, но придется вынести решение так или иначе. Или же будет добавочный четвертый раунд. Если на окончании третьего, будет ничья. Бой действительно очень ровный. Атака, контратака. Контратака, атака. И работает, в общем-то, в одинаковой манере бойцы. Действует одинаково. И, в общем-то, баллы подсчитывать достаточно тяжело. Они просто похожи. Юрий работает чуть-чуть больше в манере тайского боксера, применяя попытки. У него есть попытки применения ударов коленом. А Гела, когда входит в клинч, пытается сделать броски. То есть, борцовскую технику применить. Последняя минута третьего раунда. Вот очередная попытка Гелы войти в ближний бой и произвести бросок. Но Юрий очень здорово блокирует все эти попытки. И клинч заканчивается ничем. Давай, забегай, забегай, забегай. Попробуй, молодец. Постоянные действия идут на ринге. Ни на секунду не останавливаются бойцы, пытаясь найти какую-то щелочку, какое-то чистое, укромное место, куда можно нанести удар рукой или ногой и завоевать тот драгоценный балл, который придет к победе. И бойцы, все равно двигаясь, остаются примерно на одном уровне. Не доминирует ни один, ни другой. Но может чуточку-чуточку сильнее или активнее. Гела, во всяком случае, в глазах у него видно постоянно желание нанести удар. Вот и заканчивается третий раунд. И Юрий скорее обыкновенно отдыхает. Да, ну преимущество отдать тому или иному бойцу очень сложно. Очень сложно. Посмотрим, какое решение вынесет судья. Равный бой. Это попытка броска. Удары все размашистые. Ни один удар не достигает цели. При большой активности эффекта не наблюдается. Ну так практически всегда бывает, когда встречаются равноценные соперники. Напомню вам еще раз, что Гела является победителем Республики Беларусь по ушу СНД, причем шестикратным победителем и серебряным призером чемпионата России по панкратиону. А Юрий Горбенко является чемпионом СНГ и многократным чемпионом Украины по тайскому боксу и по кикбоксингу. А на ринге мы видим объявлен четвертый раунд. Таким образом, судьи не пришли к единому мнению, кто же победитель. И сейчас в последнем раунде ребята будут оспаривать это звание победителя полуфинальной пары. Да, вот именно этот момент, так называемый экстра раунд, который должен определить истинного победителя этого поединка. И мы сейчас увидим, кто сохранил больше сил, кто сможет дать более весомые аргументы и кто победит в этом полуфинальном поединке и выйдет в финал этого турнира проекта «Честь воина». Итак, четвертый раунд второго полуфинального поединка третьего от оборочного международного турнира по смешанным боям «Честь воина». Парни уже на славу поработали. Видно, как они устали. Они сделали все, что могли, но теперь нужно сделать больше того, что они могут. Итак, четвертый раунд. Кто же сильней? Гела Гецадзе или Юрий Горбенко? Юрий сразу переходит в атаку, пытаясь набрать как можно больше очков ударных. И Гела, понимая, что у него не остается выбора, сам бросается в контратаку. Неплохая серия была. В общем-то, оба спортсмена проявили себя активно. И судьи наверняка поставили определенное количество баллов и одному, и второму бойцу. Несмотря на проведенные три раунда до этого, бойцы сохранили свежесть, активно работают. Гела бросается в ноги Юрию и проводит прием. Ещё одна попытка броска. Бой продолжен. Итак, на попытке Юрия, который применяет ударную технику и пытается попасть в подбородок соперника, Гела применяет бросковую технику. Почему он в корне поменял свою тактику именно в четвёртом раунде? Ну и, в общем-то, смотрится он активней. За счёт именно этих технических действий. Подсказка тренера, наверное. Подсказка секунданта. Вот это уже четвёртая попытка броска. Всё будет зависеть от того, как будут оценивать судьи данные технические действия. В основном, я думаю, для судей сейчас дилемма оценить, кто же активней. Кто был более активней. Кто завоевал право выступать в финале. Гела исполняет танец на ринге и уверен в своей победе. Посмотрим, что же скажут судьи. Удар довольно размашистый. Из шести ударов и броска прошёл только один удар в голову и один бросок. Это и есть активность. Это и есть активность Гелы. Тем не менее, своя очки он заработал. Я думаю, судьи оценят эту активность. А вот и хорошая комбинация была у Юрия. Два удара в голову. Причём правый акцентированный в подбородок. И Геля ничего не оставалось, как броситься в ноги. Если бы он этого не сделал, он бы получил, наверное, ещё и третий удар. Но, учитывая специфику правил и учитывая эксклюзивность проекта «Честь воина», здесь можно выполнять любую технику, которую ты умеешь делать. И судьи отдают почтение Гели Гецадзе.